Добрый день! Очередная посылка гостей у моей квартиры. И что же это? Это одна трешка. Картинка очень похожа на рекламку Walk Power M. Но это не Walk. Не Walk. Это Sheng Shou. Sheng Shou Mr. M. Это самый дешевый магнитный куб. Давайте откроем и посмотрим, что он из себя представляет. Есть инструкция. Смотреть не будем. Стандартная для Sheng Shou пленочка. Дальше коробку еще раз посмотрим. Так. Так. Ну. Как бы магниты. Ну и вот. Интересная картинка в стиле Walk Power. Mr. M. Все. Ничего больше нет. И что же мы видим? Где-то я такое уже встречал. О. Ганетики есть. А быть может здесь. Действительно очень похоже. Это кубик Sheng Shou Jam. Очень, кстати, неплохая бульчатка. Вполне мне нравится. И я бы рекомендовал его на один новичка. Ну, если мне нравится такая текстурная поверхность. Я на нем с удовольствием крутил тысячу. Да. Хоть он и без магнитов. Он ничего не раздражал. И вполне там приличные результаты на нем можно показывать. Для меня. Короче, это Sheng Shou Jam. А это Mr. M. И в чем же разница? Сразу что бросается в глаза. Наличие внутри премиум пластика. На самом деле он праймари пластик. Но он тут есть. А так принцип и строение очень похожи. Сейчас мы посмотрим. Здесь внутри черный пластик и пластинки. На Sheng Shou Jam. Здесь праймари пластик. Такие же пластинки. Магниты чувствуются. Сейчас мы попробуем какие-нибудь элементы разобрать. Вот такое впечатление, что какой-то один уже отвалился. Что бывает очень часто на дешевых магнитных кубах. Этот же самый дешевый. Его, наверное, можно сравнивать с кубиком от Scone Boys. Магнитный. Очень быстрый. Очень красивый. Шен-шоу не такой быстрый. Хотя он очень стабильный и без того, без магнитов. Давайте сделаем для начала сборочку. Потом его уже разберем и сравним строение Sheng Shou Jam. Конечно. Да, магниты очень хорошо чувствуются. Слушаем вот этот звук. Слушаем вот этот звук. Какой-то может быть ухода сошелся в свое место. Не спеша, как с расстановочками. Через камеру особо не видно. Да ладно. Красный, зеленый, оранжевый, синий. Судя по звуку, ни один магнит отвалился. Совершенно. Ну, что можно сказать. Тот же Jam Pack с магнитами. Судя по первым впечатлениям. Достаточно растянутый идет. Из коробки. Давайте разберем, наверное. Ну, и Sheng Shou, как обычно, без логотипов. На радость всем блайндерам. Как все знают, в слепой сборке запрещены логотипы. Достанем угол, достанем ребро. Так. Давайте у Jam. Достанем угол и ребро. Давайте сравним сначала ребро. Ну, и что же мы видим. Мы видим, что они идентичны. То полностью одинаковые кубы. Ну, число внешнее построение. Да. Абсолютно идентичные ребра. Единственное, заменен черный пластик на праймер пластик. На бесцветный. Ну, хорошо это или плохо? Ну, Jam хороший бюджетный куб. Ну, Mr. M, наверное, будет неплохим магнитным бюджетным кубом. Так. Ну, и сравним уголки. Ну, я честно... А, нет. Нет. Все то же самое. Даже вот эта прорезь. Все тут есть. А почему бы и нет, скажем так. То есть, из-за неплохого бюджетного кубка сделали магнитную вещь и добавили праймер пластика. Почему бы и нет? Что мешает? Как говорится, не хочешь, не покупай. Если хочешь дешевый магнитный куб, вот тебе есть вариант. Молодцы, Шинг Шоу. Молодцы. Что сказать. Магнитные магнитные. Ну, я подозреваю, что они посажены на клей. Хорошо вот так разъединяется. А, нет. Вы смотрите. Тут пазы. Тут есть пазы. И нет клея. Очень даже интересно. Вот оно, внутреннее строение. Плюс Шинг Шоу. С пазами это лучше. Углы режут. Но как-то это... не слишком виртуозно. Тут даже, кажется, маловато. Мы возьмем Циклон Бойс. Да, Циклон Бойс режет значительно больше. Здесь уже вот с усилием. Конечно, срежет. Но надо прикладывать усилие. Хотя, резка углов и не такой уж и важный показатель для современных кубов. Я, как бы, сильных недостатков на джем не заметил по этому поводу. Интересный куб. Я не скажу, что он улучшится к Лан Бойсу. Нисколько, наверное, с Клан Бойс интереснее будет. Гораздо быстрее. Та же резку углов побольше. Намного быстрее. Как бы, и с коробкой он достаточно расхлябаный. Это неплохая магнитная версия бюджетного кубика. Очень бюджетного кубика. Очень бюджетная версия с магнитами. Радует, что здесь есть пазы. Радует, что здесь есть правильный пластик. Ну, лично мне вот такая поверхность этих пластинок нравится. Но, как бы, покупать всякие пирамидки в таком виде я не буду. Ну, из-за того, что это пирамидки, есть X-Men. Другие мне не нужны. На этом, наверное, все. Всем спасибо, всем пока.